Итак, уважаемые слушатели, здравствуйте! В настоящее время происходит запись вебинара, и я представляю вам презентацию по вебинару, и одновременно мы с вами будем проводить тренировку по двум функционалам сразу. Это волшебство Prezi плюс функционал PowerPoint равняется суперпрезентации. Так называется наш сегодняшний семинар, вебинар, ну что ж, первоначально я хотела бы представиться, сказать, меня зовут Инна, давайте я еще раз, вот это я, Инна, Романова Инна, я специалист по программе PowerPoint, пожалуй. Насчет всего остального функционала, что сейчас предлагают нам онлайн-сервисы, я пробую, я хожу, так сказать, налево, но при этом верность и постоянную отношение именно с пакетом Office по-прежнему соблюдаю. Дело в том, что функционал, который мне нужен на уровне обмена, предоставляет именно эта программа, ну что я и буду сейчас доказывать. Так, мы, Office 360, ну не обязательно, Андрей, не обязательно Office 365 иметь в виду, это Office, может быть, и 16, и 13, и даже 10, очень устойчивая версия программы, меня вполне устраивает. Разницы при обмене никакой нет, версионность здесь ни при чем. Мы говорим о таких вот простых способах обмена, не облачные технологии, а команды копировать, вставить различными способами. То есть то, что меня устраивает в PowerPoint, что я могу минимум 4 способа импорта использовать таблицы из Excel, каждый из них я могу применить на практике. Вот что меня устраивает. И это можно сделать в программе любой версии. Хотя активно использовать я начала PowerPoint, пожалуй, с 2007 версии. Ну, на старенькой у меня было слабое поверхностное знакомство, и функционал меня не устраивал. Так. Итак, мы с вами должны рассмотреть плюсы и минусы использования Prezi, использования PowerPoint, ну и их совместную работу в том числе. Для того, чтобы мы с вами приступили к работе к сервису Prezi, на этот момент нам требуется регистрация на данном сайте, на сайте prezi.com. Если этого не произошло, я предлагаю вам одновременно слушать меня, и одновременно регистрироваться на сайте Prezi. Набирайте в браузере prezi.com, мы с вами будем рассматривать этот сервис строго на бесплатной платформе. Но я при этом не собираюсь умалять достоинства этого сервиса, те возможности, которые предоставляет версия Pro, я буду каждый раз оговаривать. Пройдя на сайт Prezi, вы, пролистав содержимое сайта вниз, обнаружите, или даже не вниз, а где-то сверху она, по-моему, располагается, листать особенно не нужно, вы найдете предложение на баннере Go to Prezi, ну и я вас прошу нажать именно сюда. Так, Prezi Business предоставляет больше возможностей при совместной работе с презентацией, когда вносятся изменения в презентацию одновременно, это Prezi Business. А так мы идем в Go to Prezi, пожалуйста. Go to Prezi. Так. Пролистав следующую страничку сайта, отметьте, пожалуйста, что вы будете... Так. Разницы нет, Андрей. Я вот слышу, что вы вот как бы уточняете, вижу, что вы уточняете разницу с PowerPoint. Разницы нет на том уровне, на котором мы рассматриваем. С каждой версией пакета Office, разумеется, повышаются возможности по визуализации, но в основном мы с вами эти возможности можем найти в программе Excel. Вот сейчас хороший вопрос Андрей задал, я прямо прервусь, процитирую. С какой конкретной версией PowerPoint я собираюсь сравниваться? Начиная с 2010 по 2016 версию, я хочу сказать, что разницы нет. То есть мы не будем с вами толкости проходить в плане того, какую конкретно диаграмму цифрового типа я могу создать. Дело в том, что создать цифровую диаграмму я могу в любой версии, но какие-то версии предоставляют мне более удобный алгоритм в работе. Например, в 16 версии диаграмма каскадного типа, древовидная диаграмма или диаграмма торнадо уже представлены в виде готовых шаблонов, а в 10 версии приходится работать в этом направлении самостоятельно. Да, пожалуйста, спасибо за уточнение, хорошие вопросы задаете. Итак, когда мы с вами зайдем на сайт Prezi и подтвердим создание GoToPrezi, мы переходим к тому, что да, мы готовы работать с Prezi. Мы готовы работать. И следующей страничкой вашего сайта будет предложение выбрать тарифный план. Выбрать тарифный план, и предлагаются три тарифных плана. У них хорошо обрисованы преимущества, что небольшая стоимость одного из планов здесь вот за счет того, что даются персональные рекомендации по тренировке. Самый оптимальный, наиболее популярный вариант это план под названием Pro. Возможности для редактирования изображений, возможность работать в офлайн-режиме, имеется в виду сервис, который называется Prezi Desktop. Это все Pro. Именно поэтому мы с вами сейчас не можем работать в бесплатном периоде. Это уже платно, это уже оплачивается, как мы видим. Это все сервис Pro. Ну и равно как предоставление неограниченного количества пространства, которое вы создаете под свои презентации, можете там хранить. Ну, в общем, как-то оптимально. Оптимально здесь именно выбрано Pro. Хотя мы и этим с вами пользоваться не будем. Мы выбираем с вами Continue Trial. Continue Free, извините, Continue Free. И тем самым мы с вами получаем доступ совершенно бесплатно, но с ограниченными возможностями. Мы рассматриваем с вами этот тренинг абсолютно бесплатный. Бесплатный, бесплатный. То есть что нам может дать Prezi бесплатно. Вот. Последняя у нас идет страничка регистрации. Вы здесь также можете ознакомиться с ограничениями, чего вы не можете сделать. Например, неприятно будет, хотя мне лично все равно, что на созданной нами презентации будет обязательно отображаться значок Prezi, вместо того, чтобы мы с вами могли расположить корпоративный бренд, логотип своей организации. Вот. Мы не получаем с вами безлимитного пространства, нам всего лишь нужно одну сделать презентацию. Сервис будет представлен на английском языке, но это общий недостаток любого аккаунта. К сожалению, Prezi.com доступен только на английском языке. Вот. Мы не сможем с вами поддержку получать, вот, и не можем делать нашу презентацию приватной. Это означает, что если человек захочет воспользоваться поиском, он найдет нашу презентацию на различных сайтах, она будет доступна, и мы от этого сейчас защититься не можем. То есть какая-то, если настройка приватности вас интересует, вам уже надо брать тарифный план. Наша с вами презентация будет приличная, да, мы можем даже потом ее удалить, если не понравится, можем не подписывать ее. Она всего лишь будет носить обучающий характер, это будет простенькое решение, но я постараюсь рассмотреть весь доступный функционал. Так. Сразу после регистрации вы нажмете на кнопку, что мы готовы, и загрузится страница сайта, предлагающая вам уже воспользоваться личным сервисом. Промежуточный шаг – это выбор шаблона, в котором вы собираетесь специализироваться больше всего. То есть если вы выберете «Education» или «Business», вам будут предлагаться шаблоны именно по данной теме. Но можно выбрать любой, и просто «Next», 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 проходите, пожалуйста, далее. Это разовая процедура. Зарегистрироваться вам придется только один раз. Только один раз. Я прерываю показ презентации. Презентация будет находиться в папочке, которую вы сейчас скачиваете. Все верно, все верно. Как у нас вот здесь вот, мне Андрей задает вопрос. Так. Там 20 долларов в месяц на один аккаунт. Вы можете сделать подписку на более длительный период, и в таком случае у вас цена снижается. У нас там год идет, да, по-моему, если 13 долларов хотите платить. Все верно. Все верно. Я сейчас нахожусь именно на той стадии готовности, что и вы. А именно, я вижу перед собой следующую страничку. Вот, возможно, даже давайте вот так, скорее всего, она выглядит как-нибудь. Ниже у нас будут предложены шаблоны. Ниже, ниже предлагаются шаблоны. Собираемся мы с вами сейчас создавать презентацию. Я ее покажу. Она будет выглядеть следующим образом. Это презентация «Цифровые диаграммы». И это действительно простенькое решение, но я надеюсь, что вам понравится. Надеюсь, что вам понравится. Будем выяснять все преимущества, все недостатки. Покажу вам, какую презентацию мы с вами собираемся создавать. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Цифровые диаграммы. Доступна она всем. Любой человек может ее при желании скачать или забрать. Может послужить источником вдохновения, шаблона. Только мне потребуется некоторое время на загрузку. Нет, Андрей, нет у вас этого шаблона. Нет, погодите, погодите, не спешите. Мы с вами сами должны сделать. Вот что у нас с вами будет представлять из себя наша готовая работа. Здесь в аудитории находятся у меня еще двое слушателей, и один из них сказал, что я прекрасно владею программой PowerPoint, но хочу изготавливать еще и презентации в программе Prezi, потому как я считаю, что это быстро. Ну, в какой-то степени, наверное, это так. То есть если на презентацию в PowerPoint у меня уходит, ну, может быть... Нет, не могу все равно сравнивать. Все равно не могу, все равно. Все равно в PowerPoint все гораздо быстрее все происходит. Ну, хотя бы потому, что, может быть, рука уже набита окончательно. То есть вот такое очень простенькое решение, которое мы с вами будем делать буквально с нуля. С нуля мы с вами собираемся все делать. Так, а если вас интересует поиск определенного шаблона, то вы увидите, как это сделать. Это, да, сейчас все будет находиться перед вами. Вот, а пока я прошу нажать на команду, которая отображается в верхней части. Называется это команда Create New Prezi. Я включаю сейчас инструмент, свой увеличалку, чтобы мы с вами сейчас хорошо видели рабочий экран. Ага, Create New Prezi. Есть. Есть. Нажали, ждем. Да, нажимаем Create New Prezi. Вот эта кнопочка. Нужно подождать некоторое время, когда сервис полностью загрузится. Конечно же, доступны подобные решения и в Prezi Desktop. То есть можно вот так вот не думать, не ждать. Но я напоминаю, что я здесь как бы иду на уступку. То есть я со стороны PowerPoint, который мне достался как часть пакета, пакета Office, и мне как преподавателю в целом-то это тоже досталось бесплатно, весь пакет Office. Ну, кроме того, можно значительно долго пользоваться бесплатной версией. Правда же, пакета Office там же подается какое-то время на бесплатный период. А здесь нам дают попробовать бесплатный период, но при этом не дают программу, которая не зависит от интернета. Мы здесь находимся в сервисе, да, и какое-то время будем постоянно находиться в ожидании. Это нормально. Далее, ниже мы с вами видим шаблоны, с которых можно начать нашу работу. Мы можем с вами увидеть вообще все шаблоны, можем осуществить здесь даже поиск по ключевому слову. Но шаблоны мы с вами использовать сейчас не будем. Мы шаблоны как раз-таки легко использовать. Там выбираешь готовую форму и просто вносишь материал в эту форму. Мы с вами начинаем со стартового бланка презентации. И я прошу, соответственно, вот здесь вот у вас появилось уже такое предложение. Выбрать команду именно Start Blank. Выбрать пустую презентацию. Начать абсолютно заново. Начать сначала. И через некоторое время мы с вами должны увидеть следующее. Следующее мы с вами видим. Да. Я предлагаю вам несколько клавиш на клавиатуре. Ну, для своего удовольствия и удобства в работе прези все-таки знать. Эти клавиши находятся у вас в папке Seminar Prezi, если вы ее скачали по ссылочке. Если вам снова ссылка нужна, уважаемые слушатели, она у вас будет находиться в чате. Либо я вам могу еще раз ее выслать. Она также находится у нас в официальных материалах по семинару. Да. Есть комбинации клавиш. Если мы пробежимся глазами по горячим клавишам, мы выясним, что горячие клавиши здесь в целом очень знакомые. Такие, например, как Ctrl-S сохранить, Ctrl-Z отменить, повторить, Ctrl-Y действие. Да, Андрей, готовый проект прези может быть доступен. Может быть доступен, если вы работаете в версии Pro, если вы ее оплатили. И вот подобные минусы давайте мы с вами будем потихонечку собирать. Дублировать, Ctrl-D, тоже операция характерная для пакета Office. Ctrl-C, Ctrl-V, наверное, вообще все знают. Да, клавиша Escape прервать, клавиша B заблокировать. Эти последние две клавиши используются для выхода в режим демонстрации. Escape прервать демонстрацию, клавиша B заблокировать экран черным цветом. Есть и специфические операции, они находятся в верхней части списка. Например, создать кадр. То есть основное тело, которое мы с вами имеем в программе PowerPoint, мы называем слайдами. Здесь же основное тело называется кадрами. Создать кадр. Есть также команда создать фигуру. И есть команда перейти к редактированию. То есть она меняет режим работы. Можно запомнить кнопочки на клавиатуре цифры 1, цифру 2. Эти цифры позволяют нам управлять масштабом. И нужно, конечно, обратить внимание, чтобы кнопка вообще была доступна, чтобы вы могли создавать подобные сочетания клавиш, хотя бы Ctrl-Z, отменить действие назад. У вас должно быть выставлено соответствующее разрешение в кнопке настройки, что я хочу показать в самую первую очередь. Сейчас на нашем пространстве Prezi. Обратите внимание на кнопку, которая располагается в правом верхнем углу. Кнопка в виде шестереночки. Такая смешная кнопочка. Шоткаты у нас с вами сейчас включены. Вот это вот видно, он выделяется вместо OFF. То есть можно как бы их отключать по умолчанию. Они включены. Ну и хорошо. Таким образом мы с вами можем использовать все сочетания клавиш, которые характерны для офисных программ. Увеличалка. Нажмите, пожалуйста, на единицу на клавиатуре. Щелкните сначала по кадру. Один раз. Затем 1, 1, 2, 2. Работает? 1, 1. Только используйте клавиатуру цифровую, не клавиатуру намного. 1, 1, 1, 1 приблизили. 2, 2, 2, 2 отдалили. Кстати, можно здесь использовать и кнопки, которые выставлены у нас справа. Кнопочки на полотне справа, на кадре справа, минус, плюс. У нас позволяет отдалить, приблизить, ну или показать кадр целиком с помощью домика. Так. Отлично. Что еще? Еще в шестеренке вы обнаружите такие команды, как ScreenRatio. У вас по умолчанию OFF. Нет пределов, называется. Нет пределов. Это означает, что вы используете абсолютно все пространство, которое в настоящее время находится с вами. Как бы велико оно не было, я могу отдалять, могу приближать. И, конечно же, вот это является, пожалуй, огромным плюсом вообще по использованию программы. У вас здесь нет пределов для полотна. И вот это самое OFF, я, наверное, так и буду ее придерживаться. А вот такие, как 4 на 3 или 16 на 9, это уже ограничения, которые мы с вами можем видеть в программе PowerPoint. Популярные размеры слайдов, соотношение сторон, 4 на 3, 16 на 9. Ну, можно пока держать OFF в отключенном состоянии. Пока у нас с вами нет информации на слайде, в целом нам все равно, да, какой у нас ScreenRatio, какой размер отображения экрана у нас включен. То, что мы можем с вами вообще отдаляться далеко-далеко, а также приближаться, это особый вид анимации в программе, который называется Zoom. Качественное отличие Prezi от PowerPoint состоит в том, что в программе PowerPoint мы к чему привыкли? К чему привыкли? Щелкнуть, выбрать на вкладке анимация какой-нибудь эффект, он выполняется. Какой-нибудь эффект, он выполняется, да. Мы назначаем с вами эффекты на нашу презентацию, можем их редактировать и так далее. А здесь такого нет, здесь нет такого понятия, как эффект для объекта. Здесь только эффект, который называется на английском языке Zoom. Ну, на русском языке можно перевести его как масштаб. Он связан с тем, что определенная часть экрана будет к нам приближаться, отдаляться, а человек вообще совершенно произвольно может сам управлять презентацией, он может посмотреть на всю схему целиком, а схема целиком хорошо запоминается в голове. Нет, а проблема с отображением не замечена, Андрей. Кстати, еще один плюс прези, это то, что прези гораздо лучше обходится с шрифтом и гораздо лучше обходится с рисунками, сохраняя их в лучшем качестве. Это тоже я могу занести в актив. Щелкните, пожалуйста, по фразе, текстовой фразе по верхней, click to edit text. To add text. Вот так. То есть на нашем первичном шаблоне уже представлены поля, в которых можно печатать. Это характерно также и для программы PowerPoint. Наберем с вами название. Цифровые диаграммы. Текст мы можем с вами редактировать ограниченными средствами. Это минус по отношению к PowerPoint. Но, с другой стороны, может быть, это и хорошо. Не профессиональные презентации, они бывают, ну, как бы сказать это, чтобы никого не обидеть. В том плане, что иногда слишком яркие, слишком большое количество стилистики. Здесь же у нас с вами идет ограничение. Как по шрифту ограничения мы с вами, так и по способам его украшения. Во всяком случае, я вам советую сделать это не с субтитлом, а с титлом. Выберите, пожалуйста, опцию, предлагаемую вам на мини-панели форматирования текста, title или title, как угодно называйте. Есть body, есть субтитл, есть title. Так. Размер текста здесь вы можете увеличить или уменьшить, но я бы предложила вам использовать другие процедуры для этих целей, так что не обязательно. Цвет текста вы также можете менять. Цвет текста вы можете менять по, ну, как бы, любой, какой захочется. А вот что касается шрифта, вот тут будет прямо-таки неприятность. Большая часть шрифта, которая предлагается вам в каждом, причем в каждом шаблоне, будет иметь некоторые ограничения. Ну, что вы не можете видеть, например, абсолютно весь комплект, который установлен на вашем компьютере. Ну, вот, например, найдите мне старый добрый Times New Roman. Ищете? Нету его, да? Какие-то шрифты вы, например, наблюдаете, но они дают совсем не тот эффект или не дают его вообще. То есть шрифты для кириллицы, предназначенные главным образом, да, мы с вами здесь видим. Шрифты для, вернее, для латиницы, для латиницы, для кириллицы выбор очень небольшой. Так. И последний способ оформления мы можем с вами использовать стандартные команды, там, жирный, курсив, если он доступен, и выделение текста с помощью кнопки, которая расположена на мини-панели форматирования. Вот такая буква А с затенением. Угу. Так. Чтобы выйти из режима редактирования, вы можете нажать один раз Escape, один раз на клавишу Escape нажать, либо просто щелкнуть куда-нибудь вбок. Этим объектом вы можете управлять как физическим объектом. Щелкните, пожалуйста, один раз по объекту, только не два раза. Двойной щелчок вы уже выходите в редактирование. Один раз по объекту. Обратите внимание на кнопочки плюс-минус, который позволяет вам увеличить, уменьшить объект. Прямо в центре объекта они будут расположены. Так. Обратите внимание на лапку. Активируя лапку, вы можете перемещать объект. Об этом не стоит забывать. Видите ли, если, например, вы будете заниматься увеличением или уменьшением ручного типа, часто сбивается курсор, и тронуть объект невозможно. Именно должна быть лапка активирована, если вы хотите перемещать объект. Какой бы величины бы не хотели бы планировать размер этого объекта, он должен умещаться внутри кадра. Ха-ха-ха. Да. Кадр в нашем случае – это вот этот овальчик, который бы вам предоставлен самой программой. Что касается овального вида кадра, я прошу вас сейчас сделать следующее. Овальный вид кадра – это не навсегда. Мы можем с вами его менять. Это все в наших силах. Но сейчас немножко потерпите самую малость и сделаем. Печатать текст вы можете абсолютно в любом месте. То есть здесь вас тоже никто не ограничивает, хотя для дальнейшего удобства работать именно по кадрам – это сразу обеспечить себе порядок кадров и будущую анимацию. Затем я прошу щелкнуть вас непосредственно в области следующей, там «Click to add text» – маленькая область. Введите, пожалуйста, алгоритм выбора диаграммы по джину «Железный». Джин «Железный» – очень известный человек в области теории дизайна. Он позволяет нам прикоснуться к этому таинству. Выбор конкретного типа диаграммы для того, чтобы сделать все правильно – это основная проблема визуализатора. И изучаются это на MBA в том числе. Берут его за основу. Те, кто в настоящее время изготавливает презентации и цифровые диаграммы в основе, должны обязательно быть знакомы с этим алгоритмом, с этим человеком. Ну и чтобы мы с вами знали, что этот человек уважаемый в сфере дизайна, могу сказать, что он работает в McKinsey Group, самой известной компанией, занимающейся консультациями. Он директор как раз-таки по визуализации. И у него есть еще одна книга, посвященная искусству выступать, но наиболее известная его книга «Говори на языке диаграмм». Именно эта книга и предлагается вашему вниманию. Именно эта книга и легла в основу сегодняшнего занятия. Ну что ж, вот так сделали. Сделайте, пожалуйста, оформите данный кусочек текста как сабтитл, как подзаголовок. Угу. Есть. Ну что ж, мы сейчас продолжим дальше. Продолжим дальше. Так, уважаемые слушатели, мы можем добавить сюда бесплатный вид у нас... Откройте, пожалуйста, команду «Insert», она же «Вставка». Команда «Insert» будет располагаться у вас на панели сверху. Вы можете добавить сюда изображения, символы различные, фигуры. Это достаточно удобный сервис. А вот цифровые диаграммы, как вы видите, добавить сюда невозможно. Ну, по крайней мере, в бесплатном периоде требуется приобрести для этого платный пакет услуг. Вот. Это снова нас сейчас будет ограничивать. Можно добавить также без всяких проблем бэкграундовую музыку, какой-то файл вставить. И даже PowerPoint-овскую презентацию. Даже презентацию PowerPoint мы с вами можем указать как объект, который можно вставить. Рисовать стрелочки различного типа в нашем случае можно. Я прошу выполнить верхнюю команду под названием «Image» – изображение. Следуйте, пожалуйста, к вашей рабочей папке «Seminar Prezi». «Seminar Prezi». И выбирайте фотографию, фото джина железной. Выбирайте, пожалуйста, фотографию. Требуется небольшое время для загрузки. Фотографию мы можем с вами перенести и за уголочек уменьшить. Приятно, что в данном сервисе у нас нет сторонних маркеров. Я, в принципе, поддерживаю, что нельзя здесь что-то уменьшить или что-то увеличить и при этом исказить пропорции изображения. Согласитесь, это здорово. То есть уменьшая или увеличивая объект, вы его не искажаете. Снова добейтесь, пожалуй, состояния, при котором фотография помещается на кадр полностью. Возможно, придется уменьшить другие объекты. Направив курсор на любой угловой маркер, вы будете также наблюдать, внимание, вот такой механизм вращения. То есть можно еще и слегка повернуть фотографию, если уцепиться за этот маленький маркер. Работа с фотографиями в таком облегченном режиме у нас ограничена, поэтому я могу вам предложить только рамочные эффекты. Кнопка «Эффектс», которая появляется при выделении фотографий, позволит вам выбрать какую-нибудь рамочку. Рамочку. Так, что у нас с вами здесь есть? Возможности улучшить фотографии. Возможность «Фреймс» рамочку назначить на фотографию. Ну, черную не надо, это жив человек до сих пор. Ну, что-нибудь белое, пушистое, рамочку выбирайте. Выбрав какой-нибудь способ отобразить картинку, «Эплай», применяйте эффекты. Вот такие вот есть у вас возможности. Возможность улучшить фотографию, возможность рамочку, и возможность разнообразные эффекты применить. Ну, что касается эффекта, здесь есть эффекты, тонирующие фотографию, такие как сепия, там, тонирующие в различный оттенок. Все это с человеческим лицом не очень часто я вообще рекомендую. Но старый сепический оттенок еще куда не шло, черно-белую фотографию возможно, но вот я эффект применять, пожалуй, не буду. Я применила только улучшение фотографии, и только применение рамки. Применять каждый раздел мы с вами должны с подтверждением на команду «Эплай». «Сэйв, сохраняйте фотографию». «Сэйв, сохраняйте». И вот когда мы с вами приблизим к себе эту фотографию, приближайте, пожалуйста, приближайте, приближайте, приближайте. Она достаточно неплохо сохраняет свое качество. Она была плохонького качества, с интернета была вставлена. Огромное преимущество приезе перед всеми остальными сервисами, вот именно офисных пакетов, да, я имею в виду там в том числе Word, в том числе Excel, но прежде всего мы с вами сравниваемся с PowerPoint, заключается в том, что качество фотографии у нас с вами не ухудшается. И шрифт, посмотрите, как я его увеличиваю. Я такого не могу сделать в PowerPoint, он давно бы у меня распался на составные пиксели. И исключительно роскошное отображение текста, неплохое отображение фотографий, то есть по меньшей мере с соблюдением качества фотографий. Обратите внимание, что вы можете еще вот как бы мышкой вот так вот навигировать, что вы можете вот за вот этим кадром, вот, не перемещать. Можно сам кадр перемещать, можно вот так вот за кадром осуществлять перемещение, что вы можете вот так вот ходить. При этом у вас ничего не будет нарушаться. Так, прекрасно. Можно ли сюда осуществить вставку еще какого-нибудь объекта? Да, можно. Но вначале я хотела бы показать вам кое-какую процедуру. Показываю. Показываю. В папке «Семинар Прези» у меня находятся шаблоны объектов. Такая вот папочка. Презентация. Шаблоны объектов. И записка, которая здесь у меня, если понравится, можете ее использовать. Это объект, который я хотела бы сохранить, вернее, вставить в программу Прези. И вот как бы мне как бы из этого функционала перенести в другой функционал? По идее, можно использовать команду «Копировать». Да, то есть вся эта записка сейчас у меня выделена. Я ее скопирую. Презентация называлась «Шаблоны объектов». Перехожу далее к своей презентации. И вот как бы по идее должна работать команда «Вставить». Да, поддерживает. Но в настоящее время поддерживает. Конечно, поддерживает. Команда «Вставить что-нибудь сделала, уважаемые слушатели?» «Вставить», «Вставить», «Еще раз вставить», «Контрол Ви», «Как-нибудь». Нет. Огромный минус Прези состоит в том, что он не поддерживает буфера обмена с другими приложениями. И вот как-то обойти хотелось бы этот недостаток, хотелось о нем умолчать, но мы здесь как бы не для этого. Если вы хотите, получается, данный объект иметь в Прези, то вы из PowerPoint будете вынуждены его сохранять как рисунок. Эта процедура была уже выполнена. Если нажать на «Сохранить как рисунок», он вам будет предлагать качество в PNG-формате. Он умница в этом плане. PowerPoint молодец. Причем любая версия, опять-таки. Здесь там делать нечего. Выполните, пожалуйста, команду «Insert Image» в Прези. И укажите файл записка, который я заранее сохранила из PowerPoint. Вот чем приходится заниматься. То есть онлайн-сервис у нас буфер обмена не поддерживает. Ну, такой вот вывод мы смело можем сделать. Фотографию, записку можем расположить рядышком друг с другом. И создать дополнительное текстовое поле. Текстовое поле вы можете создать просто дважды щелкнув на любую часть Прези. Двойной щелчок по области записки. И мы можем с вами набрать текст. Например, там «Джинн железный». И так далее. И так далее. То есть информацию о «Джинне железной» мы можем набрать. К счастью, информация у нас здесь где-то имеется или нет? Нигде не имеется. Ага. Ну, по крайней мере, если так вы посмотрите, если лень печатать или лень искать информацию по «Джинне железной», я на соседней вкладочке просто напишу его фамилию, зайду в какую-нибудь там… Так, 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 кто у нас там? «Джинн железный» нет у нас на Викопедии нигде. Так. А, вот он. Является директором чего-то, чего-то. Открою, смотрю. Вот. Возьму небольшой кусочек текста, копирую. И вот такой обмен мы с вами можем выполнить. То есть мы не можем с вами копировать некие графические объекты, но выполнить импорт по принципу «Ctrl-C», «Ctrl-V» из одного текста в другой текст мы с вами, к счастью, буфер поддерживает. Ну и как бы на этом спасибо. Ну только размер текста надо нам значительно-значительно уменьшать, делать «Body», то есть простой текст. Ну и как бы, если хочется сделать это аккуратно, придется выравниванием заняться. Пожалуй, нет, не нужно. Оставлю по левому краю. Размер текста сильно-сильно-сильно уменьшить. А вы обращайте внимание, что здесь нет величины в пунктах. Ну то есть там 16 пунктов, 20 пунктов и так далее. Что здесь мы можем с вами текст увеличивать или уменьшать, просто нажимая на кнопочки. Ну, опять-таки не скажу, что это удобно, но, наверное, я уже придираюсь. Напечатав текст, можно нажать на... Поместив текст, можно нажать в целом на команду «Escape», выйти из режима редактирования и уменьшить этот текстовый блок как графический объект. Уменьшить, развернуть. «Escape», если мы нажмем, мы же с вами как бы можем же управлять текстом как графическим объектом. Вот «Escape». И вот один раз нажали, лапка, а также средства увеличения, уменьшения нам будут доступны. Повернуть можем с вами точно так же, как записочка у нас идет, точно так же можем и повернуть. Никакой потери. Размер текста здесь устанавливается не в пунктах, это абсолютная величина, а просто по отношению к другим объектам. Никакой потери по визуализации. Так, хороший вопрос вы мне, Андрей, задали. Да, прямо-таки поймали. Что какие шрифты в Брезе поддерживают кириллицу? Вот предыдущий вопрос от Андрея. К сожалению, я не могу вам целый как бы список дать, придется экспериментировать. Я в целом знаю те шрифты, которые поддерживают кириллицу в других программах, такие шрифты, как «Гарамонт», «Джорджи». Если вы с ними знакомы, там «Калибри», «Калибри», «Лайт» и прочее, то они будут поддерживать кириллицу и здесь, и в сервисе «Презе». Вы, если в целом знакомы со шрифтами, а так целый список нет, пожалуй, не дам. Придется экспериментировать самостоятельно. Что касается сервиса Prezi Pro, а также буфер обмена, она не будет поддерживать также по отношению к объектам, только настольная версия Prezi Desktop. Только Prezi Desktop будет поддерживать именно обмен. Если она у вас не онлайн-презентация, а вы ее изготавливаете на своем компьютере. Но в целом то, что вы делаете на компьютере, вы потом все равно можете опубликовать, поэтому окончательно могу заявить о том, что буфер обмена, именно связанный с объектами, окончательно доступен только в настольных версиях программы. Окончательные действия с этим объектом давайте произведем. Так, может быть, дать вам какой-нибудь совет, вам все прекрасно получается. Так, только надо меньше, 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 и что-то вы ему много чести, много чести. Там один абзац, один абзац всего, все остальное можно удалять. Дальше, что мы с вами можем сделать? Мы можем с вами вообще заняться некоторой кастомизацией нашего рабочего пространства. И можем с вами все поменять здесь. И я бы начала непосредственно с формы самого кадра. Отдалите, пожалуйста, от себя экран, чтобы вы видели кадр целиком. Для этого, напоминаю, можно просто на домик нажать вот сюда, на домик. Так, смотрим с вами на кадр целиком. И наведите курсор на границу вот этого круга большого, на границу кадра. Видно, что появляется как бы легенькая такая дополнительная рамочка. Вот в таком состоянии щелкните, пожалуйста, по границе вашего кадра. Если в данном случае появляется текст, вот что неудобно в сервисе Prezi, неудобно выбирать объекты мышкой. Текст постоянно вылазит, постоянно хочет себя проявить. Вот надо сначала навести, прочувствовать, какой фил нужно иметь, да, вот прямо на кончиках пальцев все находится. И только если мы с вами получили выделение кадра, мы теперь можем кое-что здесь изменить. Мы можем с вами изменить тип кадра. Так, посмотрите, Type, тип. Вместо круга мы с вами можем выбрать весьма популярные рамки. Так, у нас пространства, правда, стало больше. Мы можем выбрать с вами заполненный прямоугольник. Мы можем с вами просто сделать Invisible, не выбирать ничего. Кто же, кстати, является популярным решением? Я остановлюсь, пожалуй, на рамках. Так, цвет рамки можно задавать любой, пока я остановлюсь, пожалуй, в этом цвете. Хотя можно взять поярче, там, желтенькое возьму, оранжевое возьму. Это первая кастомизация, которую я хотела вам... Вот, вот, Андрей, смотрите, смотрите так. Аккуратно сначала отдалите от себя. У меня самой не сразу получилось, глянусь. Отдалите от себя кадр, показать его целиком. Поэтому никуда не щелкая мышкой навели, почувствовали соприкосновение с поверхностью, которая выражается в появлении с дополнительной такой синенькой тоненькой линией. И вот именно вот в таком состоянии мы с вами должны щелкнуть. Только в таком состоянии. Вот чтобы мне, конечно, PowerPoint вот такие выкидоны давал, такого, конечно, не бывает. Пусть попробуют не выделиться. Выделить объект в PowerPoint я могу тремя различными способами. Могу мышкой, могу клавишей Tab. Попеременно нажимая на клавишу Tab, я выделяю каждый объект на текущем слайде. И в конце концов имеется специальная Selection Pane, область выделения, с помощью которой я принудительно могу выделить любой объект на слайде. Так. Не сходя с этого места, позвольте мне снова добавить дров в презе, в огонь презе. Я не могу здесь выделить объекты целиком. Все. Все объекты сразу. То есть я должна щелкать по каждому объекту, удерживая при этом клавишу Shift на клавиатуре, что не актуально. А вот действовать мышкой, знаете, как в PowerPoint это можно сделать, да? Вот так вот мышкой зацепить и выделить все объекты на слайде. Я при этом буду просто сдвигать рабочую область. Ну вот что я делаю. Или сочетание клавиш, вот хотелось бы какой-то выделить объект, Ctrl-A, хотелось бы нажать, но при этом выделяется еще и сам кадр. В общем, да. Группировка есть даже в онлайн-версии. Это не проблема. Но средств упорядочивания, вот чего нет, того нет, ни в одной версии прези. Я не могу здесь заняться выравниванием, я не могу здесь настроить точное расположение объектов. И это очень сильно нервирует, особенно если презентации строятся по корпоративным стандартам, все должно быть ровненько, то к нам предлагается только вот эта сетка и все. Будьте довольны, будьте счастливы, нам говорят. Средств упорядочивания, к сожалению, нет ни в одном прези. Типа творческая работа? Ага, конечно. Что дальше хочется сказать? Давайте мы с вами найдем механизмы кастомизации, то бишь темы оформления. Customize. Эта кнопка находится у вас наверху. Шаблон PowerPoint я знаю от и до, поэтому имею возможность сравнивать сейчас. Customize. Готовые темы оформления представлены у вас в правой колоночке. Нажимая на любую из них, мы с вами можем получать определенный цвет. Цвет стрелок, цвет рамок. На каких-то, я вижу, сразу теряется шрифт. Ага, ага. Если бы вы мне сказали, наверное, удобно вначале выбрать тему, а потом уже работать, ну, вы были бы правы, наверняка вы были бы правы, что здесь я была бы подготовлена сразу к проблемам, что у меня может потеряться шрифт или проблемы, что у меня там рамка не того цвета, который я планировала. Ну, все-таки я остановлюсь на варианте Clear. Вот так вот, чистый вариант. Такой вариант меня устраивает. Так. Ну, окончательные действия сюда внесу. Там все что-то расправлю, что-то заправлю. Заметили, что у вас цвет текста мог поменяться, да? То есть логично, на самом деле, вначале выбирать какой-то дизайн, если собираетесь его применять, а затем уже работать. Дизайн предусматривает одновременно и некую гармонию, которая вносит программа по умолчанию, но, с другой стороны, мы с вами еще и получаем ограничения по шрифтам. Вот, например, шрифт в настоящее время у меня использован здесь один. А, кстати, нет, здесь нет ограничения. Нет ограничения. Это, видимо, уже по старинке я. Так. Так, здесь. Но все равно не все шрифты показаны, конечно. Не все. Но это общий недостаток прези. Так. Что дальше, уважаемые слушатели? Дальше я вот в этом столбике кастомизации могу предложить вам кнопку под названием Advanced. Кнопка Advanced, расположенная внизу, даст вам возможность настроить, ну, буквально каждую часть. Вы можете заранее указать, какой цвет вам требуется, на какой шрифт вам требуется. И, фактически, вы можете создать заново свой дизайн, в том числе и корпоративного характера. Цвет здесь вносится по модели RGB. Ну, мы с вами здесь заниматься этим не будем. То есть, есть такие возможности. Конечно, возможности в шаблоне PowerPoint гораздо больше. Создание своих собственных макетов. Например, я могу сюда отвезти. Но здесь тоже приятно была удивлена. Возможность установить свой собственный логотип у нас с вами отсутствует, как в ограниченной версии программы. Но здесь такая возможность присутствует. Но, в любом случае, это очень куцый вариант шаблона. Без возможности управлять макетами, как это делается на уровне образца слайдов или слайдмастер, если предпочитаете английский язык. То, конечно, здесь очень-очень-очень мало возможностей. Очень мало возможностей. Цвет, который мы применяли ранее, вот Андрей меня спрашивает. Цвет там что-то, что-то с цветом. Да, поле шрифтом стало бессветным, это нормально, да. Именно поэтому предварительно, если вы собираетесь применять тему вообще, сначала тему надо либо создать через кнопку Advanced, либо выбрать ее из имеющихся и только потом заниматься цветом вообще. Просто порядок действий у меня здесь выстроен был неправильно, неверно. Ну, к этому вопросу просто не очень обязательному я подошла потом. Но зато вы уже и знаете возможный недостаток. Выходите из Advanced режима. Вы можете назначить Background. Через команду «Выбрать файл», «Choose файл». Вы можете выбрать фон, например, фон специалиста, который я предлагаю использовать. Вот такой. Ну и снова надо мне здесь что-то менять быстренько, да. Ну и в любом случае сначала настроить желательно общую тему, а затем уже заниматься какими-то дополнениями в виде цвета. Так, величину кадра я могу увеличивать, уменьшать, объекты могу увеличивать, уменьшать, все переставлять. Ну вот, пожалуй, я на этом и остановлюсь. Кстати, группировку мы тоже можем себе позволить. Если вы с помощью клавиши Shift выделите текст, выделите записку, выделите саму фотографию, то мы можем с вами ее группировать. Группировать. Групп, группировать. Щелчок правой клавиши мыши и группировка. Так, хочу представить вам дальнейшие действия. Что такое создание кадра? А мы с вами всего лишь один кадр создадим в программе, поскольку действие это типовое. Да, мы ничего нового можем. 10 можем, 1. Какая все-таки разница? Для создания кадра вначале выберите, пожалуйста, форму кадра вот здесь, вот здесь. Какой кадр, какой фрейм вам нужен, чтобы потом не маяться с его выделением. Вы помните, что это было сложно, да? Так. А затем просто щелкните по появившемуся объекту. Можно использовать для ручного рисования также клавишу F на клавиатуре. Один короткий щелчок. Кадр должен появиться. Активируйте лапку и переставляйте кадр, например, вправо. Переставить его можно в любое место, вот куда хотите буквально. Приближайте, пожалуйста, его к себе. Можно чуть-чуть увеличить, чуть-чуть уменьшить. Но вообще понятие величина в этой программе является строго относительной, поэтому большой, маленький по отношению к тому объекту, который у нас уже есть. Так мы с вами смотрим. То есть вот она, общая картина. Ну и вот по отношению к этой картине мой маленький кадр здесь возник. Я могу здесь создавать фигуры, могу здесь рисовать, могу рисовать стрелочки, могу рисовать символы, могу фигуры, а могу также воспользоваться готовыми решениями, готовыми лейаутами. Нажмите, пожалуйста, на кнопке Insert команду Layouts. 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 Вот те лейауты или макеты, которыми программа вообще в принципе владеет. Именно их количество я могу назвать недостаточным. Есть также мультифреймы, они создают автоматические пути. Мультифреймы, вот они. И я предлагаю вам перетянуть мультифрейм из трех шагов вот сюда к нам на экран. Такой вид процесса у него. Layouts, они же макеты, а также мультифреймовская форма. Схватите и переместите, поместите внутрь нашего кадра. Что-то происходит, вы замечаете, что-то происходит вот здесь? Мультифреймы удобны тем, что у них автоматически назначаются анимационные шаги. Увеличиваем за аккуратненько уголочек, с помощью лапки переставляем. Они находятся сейчас в заблокированном состоянии, поэтому прошу вас нажать на кнопку Group, группировка. Чтобы разблокировать содержимое. Почему именно Group используется, понятия не имею. Скорее, это должна быть команда, например, Unblock. Так что сначала мы с вами выполняем операцию Group, группировать. Есть, сейчас надо аккуратненько выделить этот объект. Все время хочется использовать какой-то алгоритм перемещения, кроме мыши. Так, есть. Попадаете по этому объекту? Нет? Вот я сейчас мышку по нему элементарно не могу попасть. Как вам такое ощущение? Вот, и я не могу, и я не могу. Так. Вот, попало, еле-еле. Не спрашивайте, как. Ungroup. Разгруппируйте, пожалуйста, этот объект. То есть, Ungroup – это операции, которые его идентифицируют и, в принципе, делают его кликабельным. Вот после этих операций мы с вами уже можем работать с полями, которые представлены у нас здесь наверху. Угу. Так. Общий заголовок для данного кадра мы с вами сделаем, щелкнув на пустое пространство сверху. Напишите, пожалуйста, алгоритм джина-железный, как название всего кадра. Вот так. Алгоритм джина-железный. Можно выровнять по центру текст. Escape. Разместить его. А вот в этих формах мы с вами будем писать следующее. В первой форме напишем «Идея». Текст, который располагается ниже, удалим клавишей «Delete». Во второй форме напишем «Тип сравнения данных». Тип сравнения данных. Текст, который располагается ниже, не удаляем, а пишем с вами следующее. «Кокомпонентный», «Позиционный», «Корреляционный», «Через Enter». «Временной», «Частотный». «Временной», «Частотный». Я сейчас делаю покрупнее. Чтобы этот текст было получше видно, я сейчас покрашу его. Покрашу и приближу, приближу, приближу. Потери-то качества здесь нет, поэтому не страшно. И более того, я этот участок текста, расположив его в виде списка, еще и буду списком оформлять. Кнопочка, которая включается здесь у меня для того, чтобы список был, также расположена на панели управлением текста. Достаточно выделить текст и нажать на эту кнопку. Размер текстовой рамочки по отношению к тексту регулируется у нас отдельно. Размер всего объекта также регулируется отдельно. Кроме того, мы можем еще здесь вот так вот переставновочку списка делать. Очень такая интересная возможность представлена. Видно, как текст я меняю местами. Например, «Корреляционный» в последнюю очередь должен быть. Я, например, запутала. Не пользуясь командами буфера обмена, двойным щелчком войти в режим редактирования, направить курсор на эту интересную выемку и переставлять. Не то, чтобы мне это сильно не хватало в PowerPoint, помните, но забавно. Последнюю коробочку, последний кружочек оформляем мы с вами как выбор типа диаграммы. Выбор типа диаграммы. И я буду просить вас удалить нижний текст, он нам не нужен. Выбор типа диаграммы. Ну вот, что мы с вами сейчас имеем пока. Вот так. Прикольно так, да? Интересно? Мы, в принципе, уже сейчас, да, вот буквально 10 минут, я так что-то, я оттянула вебинар и с началом, и затягиваю окончание вебинара. Сейчас продолжим. Последнюю стрелочку, которая никуда показывает, вы тоже удалите, пожалуйста. Последняя стрелка здесь не нужна. Щелкните по некому, по обыкновенному объекту и уничтожьте ее. Итак, insert symbols. Вот сюда я вас приглашаю. Insert symbols and shapes. Команда, которая выдвигает вам сервис. И здесь я скажу, да, PowerPoint сильно проигрывает. Insert symbols and shapes. Это сервис, в котором вы найдете команды, вернее, наборы вот таких элементов. Видно? Все это у нас с вами доступно и на настольной версии программ, которая обращается к сайту. Вот. Выберите, пожалуйста, первый набор. Так. И в качестве ключевого слова на английском языке idea. Idea. Ой, английский, please. Идея. На английском языке, ну, как бы на русском. Лампочка появилась там. Можно ее схватить и перетащить. Вот этого сервиса в PowerPoint не хватает. Почему-то пакет Office прекратил поддержку по таким иконочным решениям и очень сильно не хватает. Ну, вот, как вы видите. Тем не менее, есть масса бесплатных сервисов, которые можно использовать и по отношению к Prezi, и по отношению к PowerPoint. Список бесплатных сервисов я приложила в презентации. Так. Что бы мы с вами еще там нашли? Давайте еще один напечатаем. Еще одно слово. Chat. На английском языке. Напечатайте, пожалуйста. Диаграмма. И три диаграммки, которые отображаются здесь в небольших иконках, перетащите, пожалуйста, на третье кольцо. Chat. Диаграмма. Очень не хватает механизма выравнивания. Ну, что поделаешь. Техника drag and drop. Хватает оскай. Все удобно. И подобных вариантов, там вот этих вот иконочек, огромное количество. Их просто огромное количество готовых вариантов. Еще их можно брать из разных разделов, комбинировать. Ну, вот как бы все клево. Можно взглянуть на всю картину издалека. Можно передвинуть нашу композицию, пониже поставить. Повыше. Ну, вы сами уже смотрите. Как вам нравится. Итак, можно вставить любой объект. Я отказалась от демонстрации вставки видео. Вам остается только мне поверить, что видео вставляется. Но я не могу контролировать скорость интернета. Это непредсказуемая величина, поэтому оставляем ее как есть. Вот. А что у нас? Картинки вставляют, текст печатают. Через буфер обвена текст импортировать можно. Картинки надо обязательно определять самостоятельными объектами. Огромное коллекция символов, которые в программе просто находятся в быстром доступе. Ну, неплохие макеты, у которых уже прописаны путевые поведения. А также в меню Insert, выполните, пожалуйста, в меню Insert на сей раз будет последняя команда. Вот. Обратите внимание на PDF. Но он будет вести себя точно так же, как PowerPoint. Что PDF, что PowerPoint будет разделяться просто на отдельные слайды. Insert PowerPoint. Нам нужно указать файл под названием «Презентация». И надо подождать, когда все эти слайды у нас загрузятся. Вот здесь вот. Да, грузится, да? Грузится, грузится, грузится. Видео грузится вообще очень долго. Минимум там 5 минут надо ждать загрузку, а здесь уже что-то, что-то, что-то да происходит. То, что мы с вами будем приглашать в программу, уже, в принципе, будет отдельными кадрами. Это приятно радует, что не надо заботиться создавать там отдельное тело для этих слайдов будущих. Если таким образом у меня уже согласимся с вами, что мы не имеем доступ к диаграммам, да, а в PowerPoint имеем доступ. И просто перетаскивайте, пожалуйста, слайды, которые вы видите. Первый слайд тащить не надо, а вот следующий перетаскивайте. Я поняла ваше задание, поняла ваше задание. Андрей, видите ли, вы здесь можете задать тему на выделение текста. Там есть, по-моему, такой фрагмент. Если какой-то слайд нечаянно перенесли второй раз, удаляйте его клавиши Delete. Всего пять слайдов нам нужно перетащить, всего пять штук. То есть это регулируется на уровне темы. Понятно, Андрей, там, вот Customize надо заходить, Advanced, и именно там решать этот вопрос. А вот выделение текста, вот эта кнопочка, она же автоматическая. Если бы такая возможность была, вот мы бы с вами это увидели. Продолжение следует... Неудобно будет переставлять мне все. Зачем я это сделала? Еще, кстати, один минус. Не все действия здесь откатываются назад, как я вижу. Не все действия обратимы. Поэтому будьте внимательны. Отменяя действия назад, может быть, вы тем самым что-то очень сильно будете нарушать. Так, ну что же дальше мы с вами будем делать? Ну, пожалуй, надо уже потихонечку завершать. Завершать это слайды, которые мы с вами пригласили. Порядок слайдов мы можем с вами изменить, то есть их можно уменьшить, увеличить, поменять местами. Как на самом экране, так и порядок визуализации и представления можно менять с помощью пути. Так, а теперь давайте посмотрим влево. Это первый раз, когда мы с вами смотрим влево вообще. Это у нас порядок, порядок нашей работы. Сначала мы с вами что имеем? Вначале у нас с вами была вот эта, да? Цифровые диаграммы. Цифровые диаграммы. Первое, что мы видели. Затем мы с вами создали фрейм, помните? Затем мы с вами переходили к демонстрации каждого фрейма по отдельности, оказывается. И вот это вот автоматически мы с вами сделали с помощью готовых лейаутов. То есть вот это уже заложено было. Помните лейаут, мультифрейм мы с вами брали? Если какое-то действие, вы видите, дублируется, вот в моем случае я вижу, что у меня дважды показывается как бы одна и та же картина, то лишний кусочек, вот лишний кадр, лишний кадр я легко могу уничтожить. Здесь у нас есть точка такая вот, видно, вот точка 3, команда edit patches и говорит, что она сейчас активна в настоящее время. И я сейчас могу в режиме редактирования пути, можно либо нажать на кнопочку edit patch, либо на клавишу P на клавиатуре. Я могу, не нужны мне кадры, не нужны мне фрейм уничтожить. Не знаю, есть ли у вас такие лишние фреймы, может быть даже не стоит их уничтожать. Оставьте пока все как есть. Пока, если мы с вами ничего не напутали, все должно быть без изменений. Каждая вставленная нами площадка в пауэрпойтовской презентации, каждый нами созданный слайд должен также подаваться отдельным фреймам. И вы видите как раз сейчас эффект зум. Эффект приближения, перемещения, перехода, отдаления. И мы можем с вами добавить собственные точки тоже. Этим очень удобно управлять. Приблизьте, пожалуйста, к себе вот такую физиономию джина железной. Вот так. Допустим, мы с вами хотим, чтобы в определенный момент времени мы приблизили к себе этого замечательного человека. Так. Для этого у вас должна быть активна кнопка Edit Patch. Активна она. И для того, чтобы сфотографировать сейчас этого человека в отдельный фрейм, вы нажимаете на команду Add Current View. Нажали? Фрейм должен у вас появиться где-то в конце. Но схватите и перетащите его как самый, что ни на есть обычный слайд, и поставьте его, скажем, сразу после первого фрейма. Легко делается, правда ведь? То есть вы делаете фотографию того состояния, которое хотите видеть, а потом просто перетаскиваете кадр и ставите его на нужное место. Путь выстраивается самостоятельно. Вы можете также применять. Да, 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 с удовольствием. Давайте я даже вот на этом моменте. То есть я хочу поправить свой самый первый фрейм. То есть я хочу, чтобы у меня была фотография, которая открывает мою презентацию в определенном виде. То есть вот так я хочу. Вот так хочу. Вот так хочу. Хорошо. Вот. Настроив масштаб, настроив нужный вид отображения, я просто нажимаю на кнопочку. У вас здесь команда Edit Patch должна предоставлять кнопку в виде фотоаппарата. Add Current View. Вот сюда. Вот эта команда. Нажав на эту команду, вы получаете снимок состояния, который вы можете просто потом перетащить и поставить наверх вместо кого-то. Какой-то другой кадр можете удалить, другой кадр можете оставить. Править путь можно и с помощью интерактивного воздействия, создавать точки, двигать точки, но мне это лично неудобно. Я предпочитаю такой способ по работе. Или хочу, чтобы презентация у меня открывалась в таком виде. Хочу, чтобы лишний фрейм создала. Удалить. Хочу, чтобы презентация у меня открывалась в таком виде. Сначала настраиваю внешний вид, а затем кнопочка Add Current View. Перетаскиваю на самый наверх. То есть достаточно просто приблизиться к определенному участку и после этого фотографировать этот участок. Вот что это такое. Фотографировать и перемещать кадр на нужную вам позицию. Сохраните, пожалуйста, командой сохраните вашу презентацию. Сохранились вы сейчас только в личном кабинете, к сожалению. Обратите внимание, что команды экспорта, которые доступны у вас из следующей кнопки, здесь недоступны. Вы можете только показывать непосредственно из своего личного кабинета. Можете также шарить на Facebook. А вот загрузить презентацию в формате PDF или получить портативную презентацию в формате Flash. Здесь уже требуется денежка. Денежка нужна. Перегнать в PowerPoint, к сожалению, нельзя. Хотя я не могу точно утверждать насчет перегонов в PowerPoint. Если передо мной такая возможность была бы, то есть если бы не нужно было это сделать, я бы сначала перегнала бы формат PDF, а потом перегнала бы формат PowerPoint. Почему бы и нет? Я бы и так могла бы сделать. Сейчас, пожалуй, я все-таки себе первый кадр заменю. Он у меня не слишком удачный вышел. Наверное, вот так я сейчас сделаю. «Add current view». И вот вместо самого первого кадра выставляю. Есть. Ну что ж, как же это будет у нас показано? Нажмите на кнопочку «Present». Можете дальше нажимать на пробел, пробел, пробел. Демонстрация презентации осуществляется же, да? Ну, как пробел, как будто бы вы слайды просто. Escape. Вы заново возвращаете в тот же самый режим работы. Можно заканчивать презентацию тем же самым кадром, что мы и начинаем презентацию. Можно почему-нибудь. Кнопка «Present» как «Start». Ну и далее. Идем мы с вами. Право, право, право. Надо сказать, что она еще как-то не доварилась. То есть вот этих белых краев у нас быть не должно. Возможно, не хватает просто функционала. Уважаемые слушатели, я превысила всякие разумные пределы. Да, красиво, динамично, да, зумовский эффект. Моя обязанность как преподавателя центра специалист пригласить вас на соответствующий курс, который называется «PREZI» и предложить вам углубить навыки. У нас, конечно, используется уже версия PRO. Совсем полнофункциональная возможность здесь будет для работы. Так что, может быть, имеет смысл посетить этот курс. Так, у нас «PREZI» для MAC и для PC. Так, создание захватывающей презентации. Такой курс у нас есть. Автор курса – Самойленка Наталья Владимировна. Курс небольшой. Идет, сколько он, 8 академических часов. Это означает с 10 до 5. С 10 до 5 вы проходите абсолютно все. Ну что ж, уважаемые слушатели, я была с вами, Романова Инна. Прощаюсь с вами. Всем большое спасибо за ваше внимание и терпение. Редактор субтитров А.Семкин